293 вновь заболевших и 24 умерших. Тянуть нельзя. Локдаун. Он начнется с воскресенья и коснется всех. Заболеваемость выросла на 62%. То есть это еще раз свидетельствует о том, что эпидемический процесс развивается активно. Передача инфекции от людей тоже передается очень активно. И число заболевших, инфицированных при этом увеличивается. В связи с этим ситуация оценивается как крайне неблагополучная. Выходить из дома можно только в магазин. Контролировать соблюдение правил будут мобильные группы. Их усилят по всей республике. Привлекут также полицию и Росгвардию. Патруль будет круглосуточным. Две недели необходимо максимальное участие каждого. Оставаться дома. Не выезжайте к родным. Отложите встречи с друзьями. Выходные дни для того, чтобы все остались дома. Не для того, чтобы устраивать выездной отдых, пикники, рыбалки. На две недели ограничат доступ ко всем водоемам республики. Проехать не получится и в курортную зону Тункинской долины. Пропустят только с пропиской, а также документами на дом или дачный садовый участок. Тех, кто нарушит режим, ждут штрафы. Штрафные санкции для граждан в размере от 500 рублей до 1,5 тысяч рублей. На должностных лиц от 2,5 тысяч до 7,5 тысяч рублей. На юридических лиц от 12,5 тысяч до 20 тысяч рублей. Те же действия, совершенные повторно, они, безусловно, влекут более строгую ответственность. Наказать рублем могут из-за препятствия работе исполняющих органов. Для физлиц штраф составит от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных от 3 до 5 и для юридических от 5 до 10 тысяч. Кому можно будет выходить из дома, так это работающим гражданам. Запрещена деятельность практически всех предприятий, кроме жизнеобеспечивающих – продуктовых, аптек, ЖКХ и других. Полный список указан на портале «Работающая Бурятия». Там же можно получить разрешение на деятельность. Тем организациям, что окажутся не у дел, обещают поддержку. Предпринимателям отсрочат выплаты по займам и освободят от арендных платежей. Возместят часть затрат на зарплату сотрудникам в размере половины федерального МРОД на человека. По индивидуальным предпринимателям увеличится численность на единицу при выполнении следующих условий. Это нахождение на 1 июня текущего года в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, сохранение численности сотрудников по состоянию на 1 сентября текущего года и согласие на раскрытие налоговой тайны в отношении организации, что позволит нам обрабатывать соответствующие данные. Тем временем вакцинация, даже в локдаун, продолжится. Сохранится масочный режим. Носить средства защиты будет обязан каждый, в том числе и на улице. Напомним, также запрещено выпускать из дома детей до 14 лет без сопровождения взрослых. Заболеваемость среди несовершеннолетних за последние пять недель увеличилась почти в семь раз. Мария Кравцова, Новости дня.